Здравствуйте! Был у терапевта. Терапевт отправил к неврологу. Просит талон к неврологу. Хорошо, я сейчас посмотрю на ближайшую дату, на когда есть талон. Теперь брещане с нарушениями слуха могут свободно объясняться на языке жестов в Центральной городской поликлинике номер 3. При помощи сервиса онлайн сурдоперевод люди получают консультации прямо на местах. Ведь если раньше инвалидам по слуху приходилось брать с собой сурдопереводчика и приходить с ним за документами или консультацией, или самому писать на листочке, отдавать его в регистратуру, то теперь услуги можно получать прямо на месте, без сопроводителей. В городе Бресте есть такие люди с нарушением слуха. На сегодняшний день их 440 человек, которые не могут самостоятельно без помощи сурдопереводчика обратиться в поликлинику, в регистратуру, к врачу и рассказать о своей проблеме и решить ее. На сегодняшний день для решения этой проблемы мы обратились к администрации Центральной поликлиники города Бреста с предложением о сотрудничестве с нашим центром. На нашу просьбу откликнулись очень быстро, оперативно, восстановили видеосвязь с нашим центром. И на данный момент наши инвалиды по слуху могут обратиться в регистратуру, где установлена связь с нашим центром приема передач сообщений для лиц с нарушением слуха, где сурдопереводчик поможет им получить какую-то информацию и пообщаться с медрегистратором и решить ихнюю проблему. Бесспорно, что такой вид общения стал настоящей палочкой-выручалочкой для более чем 400 инвалидов по слуху, проживающих в городе Бресте. Ведь, к счастью, технологии во многом упростили жизнь слабослышащих. При помощи видеосвязи сурдопереводчик помогает глухим людям с решением любого вопроса, будь то получение больничного, запись к врачу или даже оказание первой медицинской помощи. Я очень рад, что в городе Бресте появилась такая услуга. Нам, глухим людям, сейчас намного легче стало общаться в поликлиниках, а именно в регистратуре. И стало проще говорить информацию, которую мы хотим донести. Ведь это намного быстрее и удобнее, чем переписываться на листочках. Мы экономим время свое и медперсонала. Мы очень рады, что появилась такая услуга. По видеосвязи можем общаться с работниками поликлиники. Ведь у нас не у всех пожилых людей есть современные мобильные телефоны, а только старые, на которых нет видеосвязи. Поэтому раньше трудно было общаться, а сейчас в регистратуре есть связь, и мы можем общаться и легко говорить, что мы хотим. В современном мире есть много технологий, которые помогают создавать безбарьерную среду для тех, кто в этом нуждается. Так и случилось для тех, кто ограничен по слуху и общению. Ведь мир этих людей больше похож на мир картинок. Свои чувства и эмоции они проживают благодаря другим осязательным функциям. Но они живут и ищут даже в своей непростой жизни нотки радости и счастья. Это достаточно удобно. Во-первых, сурдопереводчиков достаточно мало. Поэтому таким образом мы сможем оказать помощь большему количеству людей. Плюс, общаясь через сурдопереводчика, мы экономим время нашего персонала в общении с пациентами, которые плохо слышат или вообще не слышат. В этом году мы планируем данную услугу распространить на амбулаторно-поликлинические учреждения города Бреста и Брестского района.